Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня в рубрике «Век же и век учись» будет речь про цистит, воспаление мочевого пузыря у мужчин и женщин. От чего возникает цистит и как его лечить медицинскими и природными средствами? И почему после лечения цистит часто возвращается и что нужно сделать, чтобы он больше никогда не вернулся? Цистит – это воспаление мочевого пузыря. У более чем 40% женщин он хоть раз, но был за свою жизнь. И более чем у 5-6% мужчин. Да, циститом болеют не только женщины, но и мужчины. Хотя, конечно, женщины примерно в 7-8 раз чаще. И это, естественно, из-за специфического анатомического строения. Во-первых, у ретро у женщин гораздо короче, чем у мужчин, но это понятно. Во-вторых, влагалище и анальное отверстие находятся рядом. И при несоблюдении, недостаточном соблюдении правил гигиены, разумеется, может произойти заражение. Занесение инфекций. Вот почему в идеале после каждого похода в туалет нужно пользоваться биде. У мужчин на пути к мочевому пузырю стоит предстательная железа. И вот она на себя берет весь удар бактериальной флоры. Потому у многих мужчин есть проблемы с аденомой предстательной железы. Но уж если поражен мочевой пузырь, то будьте уверены, с аденомой тоже не все в порядке. Но сразу наперед скажу про аденому. Поэтому у меня выходили видео на канале. 90% всех воспалений мочевого пузыря имеют бактериальный характер. В основном кишечные бактерии. 80% из них это кишечная палочка. Другие 20% это иные бактерии. Протеи, синегнойная палочка, калипсиелла и другие. Но если у вас есть данные проблемы, обязательно сдайте анализы на все виды бактерий, которые я сказал. Плюс те, что назначит врач. И если данных бактерий не обнаружится, то сдавайте обязательно на вирусы. Почему же возвращается цистит? Во-первых, возможно вы не меняете свое отношение к гигиене. Во-вторых, возможно у вас ослаблен организм. Есть проблемы с кишечником. Возможно вы недолечили инфекцию. Так часто бывает. В-третьих, ошибки врачей, неправильные препараты, нерабочие. Другие проблемы, которые не учли врачи при назначении вам лечения. Ну и, конечно, это может быть неверное самолечение. Многие бактерии сильные, устойчивые, имеют надежную защиту. Некоторые бактерии, такие как кишечная палочка, приспосабливаются к многим антибиотикам. Если сразу правильно не пролечить, то потом у них будет невосприимчивость к антибиотикам данной группы. И нужно менять их на более сильные. И, собственно говоря, не всегда это учитывается врачами. А долгое длительное применение антибиотиков, тем более сильных, ну, изнашивает организм. И нарушает работу кишечника, печени, почек. Есть еще проблема, связанная со специфическим анатомическим строением у женщин. Большая уязвимость возникает у женщин при уменьшении выработки гормона эстрогена. Особенно после менопаузы. Есть еще одна серьезная причина. Это другие урологические заболевания. Это заболевания почек, когда инфекция из почек спускается вниз в мочевой пузырь. И это тоже как фактор нужно учитывать, когда не находят никаких других причин. Вирусные циститы вовсе не лечатся антибиотиками. И это тоже нужно учитывать. Для изучения проблемы, причин, инфекций врачи назначают различные исследования, начиная от анализов мочи и крови, что совершенно верно, до цистоскопии, а иногда и до КТ. При данном заболевании, если оно запущено без антибиотиков, обойтись трудно. Но если вы все-таки выберете антибиотики, а только вы вправе решать, что вам выбирать, это ваш организм. Но вы должны получить информацию от врача, понятную, подробную, и чтобы он ответил на все вопросы о побочных, возможных последствиях. И вы вместе с доктором выработали бы тогда уже правильную, логичную стратегию. Если у вас это впервые, и вы вообще в своей жизни или долгие годы не принимали никакие антибиотики, то, возможно, вам правильно подобранный антибиотик буквально от одного-двух-трех применений поможет, и уже инфекция уйдет. И вот потом вы добейте все это дело травами, о которых я скажу чуть далее. Сложнее тем, у кого уже есть приспосабливаемость тех или иных бактерий к антибиотикам. Если вы уже лечили цистит, но недолечили, и у бактерий уже есть резистентность к определенным антибиотикам. Тогда после прохождения курсов антибиотиков обязательно восстанавливайте работу кишечной микрофлоры. Посмотрите мою лекцию «Синдром дырявого перфорированного кишечника». Изучите про пропионовые бактерии Эвита, которыми вы можете потом восстановить работу вашей симбиотической кишечной микрофлоры. После применения антибиотиков можно восстановить организм и укрепить печень и почки. Иногда из двух зол, что называется, выбирают меньшее. И все-таки эта болезнь серьезная, и нужно ее устранить. Да, небольшая реклама. Скоро я сделаю видео о том, почему люди ночью бегают в туалет много раз, мужчины и женщины. В чем тут причины, какова главная причина, и что нужно сделать, чтобы это прекратилось. Если данная тема вам интересна, то обязательно в комментариях к этому видео напишите. Хотите, чтобы я это видео снял? Подробно, просто и быстро пояснил. Если таких комментариев будет много, то я обязательно в ближайшее время это видео сделаю. Кто еще не подписался, подпишитесь на мой данный канал. Нажмите рядом на колокольчик, чтобы не пропускать выход моих новых видео. Но впрочем, некоторые люди пишут мне, что мы на колокольчик нажали, а уведомления о выходе новых видео не получали. И действительно, YouTube сейчас так работает, есть такие ошибки, поэтому просто зайдите на мой сайт nadgard.ru, вот на этот, и в самом низу, сейчас вам будет это продемонстрировано на экране, в самом внизу, на любой страничке на этом сайте, на главной, второстепенной, есть поле ввести свой e-mail и нажать мышкой подписаться. Тогда вы точно не будете пропускать уведомления на вашу электронную почту в автоматической нашей рассылке о выходе моих новых видео, информации какой-то ценной, важной, дополнительной. Ну, в общем, это я тоже советую сделать, вот для тех, по крайней мере, кто точно не хочет пропустить выход моих новых видео и какой-то рассылки информативной от меня. Ну, а теперь ромашка, укроп, зверобой, петрушка и брусничный лист. Я дам вам сейчас рецепты, как можно лечить цистит травами и не только, а еще и грибными препаратами, а лучше, в совокупном своем применении будет более стойкий, усиленный эффект. Особенно эффективны семена укропа, они снимают воспаление, они обладают сильными противовоспалительными свойствами. Но высокая эффективность данного средства кроется в бактерицидных свойствах семян укропа. Берутся сухие, хорошо просушенные семена укропа, измельчаются в кофемолке, либо в микроблендере. И берется порошок, одна столовая ложка на 200 грамм на стакан горячей воды градусов 70-80, которая наливается в термос, насыпаются семена, порошок. И, хорошо взболтав, нужно отстоять 3-4 часа. Затем, хорошо взболтав, 100 мл 2 раза в день принимается за 20-30-40 минут до еды, либо после еды через 20-30-40 минут. Таким образом, принимать нужно 2 недели подряд. В дальнейшем лучше заменить на иное средство, сейчас я расскажу на какое. Следующее очень сильное антисептическое средство, издревле известное, это, конечно же, ромашка. Она также обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Она эффективно борется с инфекционными заболеваниями. Поскольку боли и частые позывы к мочеиспусканию при цистите связаны с серьезными воспалительными процессами, с отечностью слизистых мочевого пузыря, а ромашка снимает воспаление, она успокаивает раздраженные ткани, то ее применять также стоит. Да, еще очень важное, на ночь, вечером не ешьте ничего и уберите хотя бы на период лечения все сладкое, вообще все, что является сладким. Да, ромашка еще снимает боль. А также, что очень важно, ромашка снимает спазмы гладкой мускулатуры мочевого пузыря. Самый лучший рецепт с ромашкой следующий. Нужно взять одну столовую ложку измельченного сырья, кинуть в термос, налить горячие градусы 80-90 воды, настоять примерно полчаса, процедить и пить 3 раза в день по 1 треть стакана во время еды. Едите в середине трапезы, прервались, выпили в теплом виде и доедаете то, что начали есть. Таким образом принимаете еще 2 недели данное средство. Вы спросите меня, можно ли совместить первое и второе? Да, можно, если мочевой пузырь сильно воспален и цистит в обостренной форме довольно-таки сильный. Если же нет, то можно последовательно 2 недели одно средство, а 2 недели другое, как я это сказал в самом начале. Но я советую дополнительно, особенно женщинам, принимать ванночки и делать подмывание настоем ромашки. Для приготовления настоя, для таких подмываний, нужно взять 2 столовых ложки измельченного сырья, но имеются в виду цветков, разумеется, настоять полчаса-час в термосе, запарить надо при температуре 90 градусов плюс-минус. Воды для этого нужно взять 2 литра, и через полчаса такой настой готов. Его надо остудить до приемлемой температуры и в теплом виде, соответственно, использовать для подмывания. Одной такой порции на день использования, на текущий день, вполне хватит. Есть еще одно очень хорошее и очень простое средство. Это всем известная петрушка. Сейчас я вам расскажу, как использовать ее. И причем использование получается холодное, как бы такой настой. При этом очень желательно использовать для данного холодного настоя воду водородную, как воду активную. Естественно, очень важно, чтобы вода обладала хорошими растворяющими свойствами. То есть, способностью растворять в себе большее количество лекарственных, лечебных, питательных веществ, ну и, соответственно, лучшим образом доносить их до клетки. В моих многочисленных видео про воду я все это подробно объясняю, про эти физико-химические свойства, в том числе про коэффициент поверхностного натяжения. Ну хотя бы посмотрите мое последнее видео про прибор Аквапен и водородную воду. Ссылочка на это и прочие видео, о которых я сегодня говорил, будет вот под этим видео в описании. Вы берете одну столовую ложку мелко измельченной петрушки, сухой, качественной, зеленого цвета. Ну и заливаете в термос, можно куда-нибудь в кубышку, двумя стаканами воды. Перемешиваете хорошо, отстаиваете, скажем, 8-10-12 часов на ночь можно поставить. Потом, хорошенько промешав, подождав еще полчасика, вы отцедите. Можно через многослойную марлю. Потом пейте это в течение дня, равномерно 3-4 раза в день, в течение двух недель. Это, кстати, можно совместить с любым методом, который я говорил выше. То есть, петрушка совместима со всем, только не надо пить настой совместно. Разнесите их по времени, хотя бы на один час. Ну а в салаты петрушку, само собой, тоже добавляйте. Так же, как можно добавлять кейл, любисток. Это очень сильные растения, в том числе обладающие противовоспалительными свойствами. Я очень рекомендую ввести в рацион питания проростки брокколи. Как проращивать, как состригать, в каком количестве их есть, посмотрите вот в этом моем видео про брокколи. Но есть другой вариант. Семена петрушки обладают большей концентрацией необходимых питательных, лечебных веществ, чем сама зелень петрушки. Поэтому можно измельчить семена петрушки, взять одну чайную ложку порошка, и точно так же в двух стаканах воды на 12 часов замочить и пить уже и эту воду. В таком случае процеживать не обязательно. Ну вот я уже подхожу к концу моей сегодняшней лекции. Сейчас я вам расскажу про грибные препараты, а в самом конце дам один очень интересный комбинированный такой рецепт со зверобоем. Дорогие друзья, в природе самыми сильными лечебными свойствами обладают не травы, а высшие базидеальные грибы. То есть те грибы, которые вы знаете, слышали от белых до лисичек и от подберезовиков до чаги, все грибы обладают теми или иными свойствами. Но идеальная комбинация при лечении циститов и вообще мочеполовых инфекций следующая. Причем это идеально совместить с травами, это все сочетается. Более того, одно усиливает эффект другого. Единственное, что нужно по времени просто разнести, хотя бы 10-15 минут между приемом грибных препаратов и трав должно быть обязательно. Вот что это за комбинация. Итак, первый грибной препарат. Это гриб-дождевик. Его надо принимать по 2 капсулы 2 раза в день, а у кого вес более 90 килограмм, 3 капсулы 3 раза в день. Принимается он за 30 минут до еды. В первом случае нужно будет 2 баночки на 1 месяц, во втором случае 5 баночек на 1 месяц. Но вполне будет достаточным и средний показатель. Для удобства расчета, просмотра под данным видео будет ссылочка. Вы можете по ней перейти на вот этот набор, о котором я сейчас по сути и рассказываю. Второй грибной препарат. Это веселка водорастворимая форма. Это мощнейшее противовоспалительное средство. По одному саше пакету 2 раза в день, то есть 2 коробочки пойдет на месяц. Принимать нужно за 20 минут до еды. Третий грибной препарат это кардицепс в капсулах. Достаточно принимать раз в день, утром за 10 минут до еды 1 раз в день. Помимо этого, дополнительно я рекомендую принимать свечи веселка. Они вставляются раз в 3 дня на ночь ректально. И соответственно одной пачке, а там 10 штучек свечек хватит на 1 месяц лечения. Пролечить нужно таким образом в идеале 3 месяца. Это если вы хотите полную абсолютную, что называется, гарантию, что цистита больше нет. Но если вы его уже практически, и врачи это подтверждают, пролечили, то достаточно в принципе одного, ну желательно двухмесячного курса. Если вы лечите с нуля, у вас обострение, хронический цистит, то 3 месяца обязательно и непременно. Ну и соответственно травы, как я уже говорил, вышеперечисленные, обязательно также применяйте дополнительно. Помимо этого, еще раз скажу, не ешьте ничего сладкого. В идеале переходите на интервальное голодание, но чтобы в калориях не было дефицита. Вот это мое видео прояснит данный вопрос. Помимо, если вы захотите, для укрепления иммунитета я советую потреблять маточное молочко, препарат огневка мумиё в гранулах и конечно же дегидрокварцетин. Данный набор, о котором я сейчас сказал, для вашего удобства, еще раз повторю, будет по ссылочке под этим видео. Итак, отвар зверобоя. Нужно взять одну столовую ложку сухого измельченного порошка травы зверобоя, залить ее стаканом горячей воды градусов 80-90 и в термос на 3 часа. Полученный отвар нужно остудить до комнатной, либо чуть выше температуры и принимать по одной четверти стакана 3 раза в сутки. Зверобой также можно сочетать с семенами укропа, как я это говорил про ромашку, то есть 2 недели одно, 2 другое. Если вы будете лечить эту проблему все-таки несколько месяцев, то совмещайте таким образом, что каждый из трех средств принимайте по 2 недели, меняя одно на другое. Но сделаю вам еще небольшой бонус и скажу о сборе травяном очень интересном, очень сильном, в составе которого есть листья брусники. А брусника, конечно же, очень полезна и для почек, и для мочевого пузыря. Она очень эффективна в составе данного травяного сбора. Для приготовления данного сбора нужно взять 3 части листьев брусники. По 2 части следующих растений. Это фиалка, это шалфей, это кипрей, всем известный иван-чай, это листья и корни одуванчика, конечно же, измельченные, примерно одной фракции. Затем добавить в эту смесь одну часть корня алтея, мяты, ромашки и смешать все это. И уже тогда взять 1 столовую ложку данного травяного сбора, поместить в термос, залить горячей водой, но категорически не кипятком. При кипячении многие полезные свойства теряются, и вы недополучаете потенциал растения, которые могли бы получать, если бы не кипятили. Это большая ошибка, никогда не кипятите. 80-90 градусов, не больше. Настоять в термосе нужно примерно в течение полутора часов, а принимать данный отвар сбора нужно по определенной схеме. В первые сутки нужно принимать по четверть стакана примерно 7-8 раз в день. Каждый следующий день нужно уменьшать количество приемов данного средства на 1 пункт. То есть, не 8 раз, а 7, на следующий день 6 раз в день и так далее, до тех пор, пока число не сократится до 4 приемов в день. Принимать данный отвар этого сбора нужно до 2-3 недель к ряду, потом перерыв на 2 недели, и можно повторить. Кстати, это средство можно использовать и для спринцеваний. Поэтому, ко всему тому, что я говорил, можно добавить, ну, женщинам, конечно, спринцевания. Но вот теперь, пожалуй, я пояснил абсолютно все, что только может потребоваться. Выбирайте сами, что именно, или примите комплексно, так как я это полно, понятно, подробно объяснил. Кто не понял, пересмотрите, выпишите, законспектируйте данную лекцию, будет только польза. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что данное видео было вам очень важным и полезным. Каждый на свое разумение, свой кошелек, свое желание найдет здесь рецепты действенные. А в комплексе эти меры, эти действия помогут избавиться от цистита наверняка и абсолютно. Если в дальнейшем вы будете соблюдать необходимые минимальные правила гигиены, ну и беречь себя по возможности, что называется, по крайней мере, относиться к себе, к своему организму с большим должным вниманием. На этом, пожалуй, все. Я еще раз хочу повторить, что если вы не подписаны на канал, подпишитесь, нажмите на колокольчик на нашем сайте надгар.ру, подпишитесь на рассылку и точно не пропустите ничего от нас. Ну и на этом тогда все. Я желаю крепкого, здоровья всем хорошим, честным, порядочным людям, всем же, прочим, всем остальным, всем людям, конечно же, здравомыслия. Ну и до новых встреч, всего хорошего, до свидания.